По прошлым видео вы уже набрали 5000 лайков, и как я обещал, я продолжаю свое 100-дневное хардкорное выживание в космосе. И, кстати, это я эпично выхожу из своего дома. Ай, ну, пришельцы меня вообще не любят. Как вы сами видите, мой дом на Луне слегка отстойный, и кажется, я знаю, чем мы займемся. Во-первых, сделаем солнечные батареи, чтобы дома было электричество. А еще я хочу сделать себе такую крутую тачку, чтобы как забивной косманов кататься на Луне на своем собственном джипе. Ой, ладно. Еще мне нужно построить здесь ферму с курицами, и только после всего этого я смогу заняться созданием великолепной ракеты, чтобы полететь на Марс. Сперва я поставил кучу печек у себя дома, чтобы переплавить железо и получить сталь, ведь она мне понадобится для солнечной панели. Еще для нее нужно лунное железо, которое называется дэш, ну и синее стекло. Из дэшевых слитков делаем дэшевые пластины, и то же самое делаем со сталью. А потом собираем вот эту штуку. Еще нам понадобятся провода, по которым будет проходить электричество, но они делаются несложно. Теперь ставим эту штуку на улицу, и при помощи проводов подключаем ее к остальным штукам. Получается, первое задание с энергией выполнено. Теперь как минимум днем у меня дома будет электричество, а значит и воздух. Следующая вещь, которую я сделал, это вот такая классная машина. Ее сделать уже посложнее, поэтому я сначала приготовил все нужные вещи, а потом просто ее собрал. Вот как эпично она выглядит в моих руках. И под этот эпичный рассвет я начал строить для нее заправку. Просто посмотрите, какая классная заправка у меня получилась. Сюда заливаем нефть и получаем бензин. И теперь у меня полный бак на машине. И я сразу же отправился в путешествие на поиски вещей, которых я еще не видел на луне. И проехав около тысячи блоков, я заметил очень странную постройку, которую раньше не видел. Ну и конечно поехал туда. Вход почему-то завален песком. Ладно, я захожу. Ребят, где все? Выходите. Почему я здесь один? Как вдруг со всех сторон начали падать инопланетяне и атаковать меня. Я конечно пытался отбиваться, но их было слишком много и я еле как сбежал оттуда с одним сердцем. Хотя в 1967 году запретили устраивать войну или устанавливать оружие массового уничтожения в космосе, мне придется переступить через это и захватить эту инопланетную крепость. У них тут 4 башни со спавнерами и мой план заключается в том, чтобы уничтожать по одной башне и потом уже пробиться через центр. Ну а если короче, то мне просто надо сделать дырку в стене и сломать вон тот спавнер. Это оказалось даже легче, чем я думал. Дальше второй спавнер. Их было очень много и они все время спавнились, и поэтому мне пришлось совершить маневр всей моей жизни. Просто спрыгнуть и сломать им спавнер, и поскорее убегать, пока они меня не застрелили. Третий спавнер вообще никто не охранял и поэтому я его просто сломал. Правда соседи не были рады. Ну вот и последний спавнер. Я скинул туда песок, спрыгнул на этот песок и сломал самый последний спавнер. Потом я начал разбираться с теми, кто остались внизу. Это было не так уж то и сложно. Пока не сломался мой щит. Мне пришлось драться всего лишь с половиной сердца, но я смог. Это был самый напряженный момент в этом выживании. Я поверить не мог, что я выжил. Но раз эта крепость моя, я решил спуститься вниз. И кроме того, что меня пытались убить на каждом углу, мне удавалось найти приятные сюрпризы. А еще я нашел такую комнату со статуями древних инопланетян. Куда же был сундук с золотым яблоком и какой-то космической картиной. А еще тут была одна жуткая комната с армией инопланетян. Ну и в общем я решил отсюда уйти. Прощай, крепость. По пути домой я забежал в деревушку инопланетян. Собрал тут железо, довольно прикольный луд, еще больше железа и всякие блестяшки. Ну теперь точно домой. Воздуха у меня совсем не осталось, поэтому я припарковал машину и пошел домой. Но здесь меня ждала катастрофа. Ни воздуха, ни энергии, ничего не осталось. И запасов у меня нет. Поэтому действовать надо быстро. Я взял последнюю воду и загрузил ее в автомат. Этот воздух я использовал, чтобы зарядить свой скафандр. Теперь у меня немного больше времени. Можно спокойно покушать. Я похимитил с проводами, понял, что вода замерзает. Взял другую последнюю воду и сделал бесконечный источник. Вроде проблема с воздухом решена. И поставил еще одну солнечную панель на всякий случай. А потом быстренько построил станцию для запуска своей новой ракеты. Которой пока что у меня нет. Но все равно красиво выглядит. А еще я сделал свой флаг и поставил его на крышу. Прикольно же. В начале видео я говорил, что построил ферму на Луне и пришло время ее построить. Смотрите, как прикольно получилось. Я немного переделал свои механизмы, чтобы воздух держался чуть подольше. Теперь можно спокойно делать огород. Сверху поставлю люки, чтобы все выглядело стильно. О, привет. А теперь грандиозный момент. Яйцо курицы и... И... Ура, цыпленок. Может еще один? О, два цыпленка. Привет, ребятки. Вы будете первыми цыплятами на Луне. На, кушай. Ну, раз уж у меня есть ферма, то я поворачиваю немного пшеницы. Ой, как... Как вы... Ой, как вы сюда залезли? Они всюду за мной ходят. Мы с ними очень весело проводили время. Играли, кушали вместе. И еще играли в гляделки. Я все время выигрывал. Но его не победить. И потом один цыпленок даже вырос. О, какой ты маленький. Но пока цыплята растут, я решил, что надо построить ракету второго уровня. Кстати, они выросли, и я им дал покушать. Теперь у нас, кстати, три цыпленка. Ракета уже была почти готова, как вдруг. Да, вы все правильно поняли. Одна из куриц погибла об дверь. Я не знаю, как это произошло, но я решил оградить дверь, чтобы спасти остальных. И вот такая двойная дверь у меня получилась. Теперь можно спокойно выходить и не выпускать воздух наружу. Но так как мне не хватало ресурсов для создания ракеты, я отправился на их поиски. Вернувшись домой, я обнаружил, что с курицами все нормально. Я был очень рад этому. Еще я сделал недостающую деталь для ракеты, и теперь ее можно собирать. Двигатель, баки, стабилизаторы, блоки. И вот она, ракета второго уровня. О, вот это достижение, лучше ее она, маска. Поставим ее у меня на улице, в общем. Ну, раз что это мои последние дни на луне, я сел в свою машину и поехал на поиски ресурсов. А еще решил прокачать свой дом и построить ему второй этаж. Вау, какой красивый рассвет. Вроде неплохо получилось, теперь мой дом выглядит как дом. Но вдруг... Все мои курицы задохнулись. Кажись, пока у меня не было что-то с воздушной системой, моя все-таки случилась. И такой расстроенный я покинул эту планету. Ой, то есть спутник? Ну, в общем, улетел я с луны и полетел прямиком на Марс. Вот она, красная планета. Кстати, знаете, почему Марс называют красной планетой? Все из-за того, что у нее много оксида железа. Ну, это типа штука такая, ну, вы поняли. Вау. Ой, это что там летает? Второе солнце? А совсем рядом передо мной была вот такая странная постройка. Ну и, конечно, я туда пошел. Там меня встретил марсианин. Мы с ним дружески поговорили. И это теперь мой дом. Я у меня не нашел ничего полезного, кроме вот этого блока. Оказалось, что это здешняя руда, которая понадобится нам для создания ракеты третьего уровня. И нового скафандра. Кстати, смотрите, какой здесь красивый закат. Я решил, что этот домик будет моей базой. Сделал рамку для двери. Поставил свою ракету, сделал освещение, установил всякие штуки. Версак, сундуки, еще больше разных штук. И что-то дверь не работает, поэтому мне приходится выходить через стены. Да, очень необычно. Здесь пока что все. Отправляюсь исследовать Марс. И падаю в яму. Но я не растерялся, я поднял машину и выбрался отсюда. Ведь даже если бы сон весом 5 тонн попал на Марс, то стал бы весить меньше 2 тонн. Если короче, то на Марсе все становится легким. Кстати, я нашел еще один данж, а это значит, что у меня уже 2 астромовых блока. И еще данж. Уже 3 астромовых блока. Я хотел продолжить поиски астрома, но бензин кончился, и мне пришлось идти домой пешком. И вроде все было нормально, я не мог зайти в свой дом. И как вдруг я заметил, что меня преследовали двойнопанетянина. Да, после этого мне стало немного стрёмно. Кстати, дома у меня не было электричества, поэтому я начал... Ааа... Начал строить свою собственную электростанцию прямо на улице. И теперь у меня дома есть воздух. Следом я решил разобавить крышу, даже не спрашивайте, зачем так надо. А еще я решил сделать криогенератор, ведь на Марсе совсем нет топлива. А он из обычного льда может сделать криотопливо. Если честно, я сам в шоке от таких странных названий. Скрафтить его было довольно легко, но отосколков льда у меня совсем нет, а их надо очень много. Поэтому я заправил машину последним топливом и отправился на поиски шахты. И кстати, вот она. Ну что, начнем марсианские раскопки? Вы даже не представляете, насколько это затянулось. Я даже умудрился найти алмазы. И вот спустя пару часов настало время выбираться. Я вернулся домой и просто посмотрите, сколько аструма я накопал. Этого хватит даже на ракету. Значит, надо все это переплавить. Шесть аструмовых блоков и это уже пол ракеты. Сделаем еще аструмовые баки, аструмовый двигатель и стабилизаторы. И вот она, ракета третьего уровня. Мамочка, какая она большая. Зарядим ее новым криотопливом и поставим у себя в огороде. Но тут возникла одна проблемка. Дело в том, что ночью электричества нет. Именно для этого мне нужна станция зарядки, на которой будет храниться энергия. Но для нее нужно много алмазов и аструма. А еще много аструма мне понадобится для скафандра. И поэтому мне надо снова пойти в шахту. Так сказать, марсианские раскопки номер два. Воу, я даже умудрился добраться до центра Марса и еще нашел алмазы. Наберу-ка я немного лавы, она мне еще понадобится для портала в Незер. И теперь можно возвращаться домой. И пока я был в шахте, все осколки льда уже преобразовались в криотопливо. Давайте соберем его в ведро. Посмотрите, как оно красиво выглядит. Оно просто ледяное. Я немного поигрался с этим прикольным веществом. И как это умудрился из двух ведер сделать всего лишь одно. ЧЕГО? Далее я начал превращать лаву в обсидиан для портала в Незер. Знаете, это была просто фатальная ошибка. А еще я изобрел бесконечный источник льда. Не знаю зачем. Ну и раз все на то пошло, я решил зачаровать все свои инструменты. При помощи зачарованных книг, которые нашел за все выживание. И уже с новыми инструментами пошел отбивать гору у марсианина. Вам наверное интересно, зачем мне понадобилась целая песчаная гора. А я вам скажу, что это все нужно для будущего проекта. О котором вы узнаете чуть позже. Пока плавился песок, мне стало скучно. И я решил ответить тому гостю, что было снаружи. Только его другу это не понравилось. Я еле как оттуда смотался с одним сердцем. Лучше займусь более спокойными делами. Например, продолжу строить портал в Незер. И создам огромную батарейку. Теперь вся энергия будет собираться в нем. И даже ночью я смогу насладиться свежим воздухом. Ой, я поставил туда меч и что он теперь заряженным что ли стал. И только сейчас я понял, что чтобы зажечь портал, мне нужна зажигалка. А кремния у меня нету. И поэтому остается только один вариант. Пойти за ведром лавы к сердцу Марса. А вот и лава. Сам портал я решил построить на втором этаже. Но сначала его надо построить. Чем я в принципе сейчас и займусь. Вот какой у меня получился второй этаж. И здесь будет стоять портал. Вот, готово. Пока я решил немного отложить дело с порталом. И заняться своим проектом. Дерево на Марсе. Вот в таком крутом куполе. Но не все так просто. Ведь дерево нужно на воздух. И поэтому мне пришлось построить немного разных штук. И тадам! У меня есть воздух в куполе. Еще я сделал двойную дверь, чтобы воздух не выходил. Как я делал на луне. Осталось только налить немного воды. И торжественный момент. Посадка дерева. Ура! Задание выполнено. Ура! Ура! Все. В общем, круто. Но тут я столкнулся с довольно большой проблемой. Где-то в моем доме была утечка. И выглядела она как-то так. Я потратил очень много времени на ее поиски. Когда я уже заделал все, что только можно было в доме. Все получилось. И только сейчас можно заняться поджиганием портала. Доски я поставил. Лау поставил. Осталось только ждать. И вот спустя некоторое время доски загорелись. Наконец-то. Но они не подожгли портал. Я попробовал второй раз и ничего не получилось. Даже третий раз попробовал. Они даже не загорались. И в общем я понял, что построить портал на Марсе невозможно. Но на улице меня ждала еще более грустная новость. Дело в том, что воздух в куполе закончился и теперь там живет какой-то зеленый монстр. И моего дерева там больше нет. Я был расстроен, поэтому сделал креотопливо. Взял ракету. Заправил ее креотопливом. И улетел с этой красной планеты на землю. И вы даже не представляете, как я был счастлив. Увидеть эту травку. Эту воду. Это небо. Вообще в общем землю. Ура, я на земле. Наконец-то можно снять этот дурацкий скафандр. О, тут даже гравитация есть. Хотя, думаю, лучше одеть скафандр. Ну так, для безопасности. Кстати, мне очень повезло, что я приземлюсь рядом со своим домом. Но меня там ждал сюрприз. Сначала я услышал какие-то звуки, но не обратил внимания. И только потом я понял, что все это время, пока я находился в космосе, я ни разу не спал. И мне пришлось быстро убегать от фантомов. Почему на каждую планету, к которой я прилетаю, меня пытаются убить? Ладно, лучше я пойду и впервые посплю за столько дней. Но нельзя забывать, что я пришел сюда с миссией. Для ее выполнения мне нужно попасть в Незер. И найти там Незерит для моего нового костюма. Но правда, я не знал, где его искать. Но зато нашел какую-то крепость. Подрался с эфритами, скелетами. И после долгих, ожесточенных боев, нашел свой заветный сундучок. В котором было всего лишь три золота. И я понял, что в крепости ничего не найду. И пошел дальше. Совсем неподалеку я нашел бастион, в котором тоже был сундучок. Надеялся найти Незерит, а в итоге ничего не нашел. И потом еще меня окружили пиглины. Совсем уже потеряв надежду найти Незерит, я начал копать свой туннель. Копал я его очень долго. И вот... Свершилось! Я ничего не нашел. А что вы думали? И да, на этом вторая часть моего хардкорного выживания в космосе подходит к концу. Если под этим видео мы наберем 15 тысяч лайков, то я выпущу продолжение. Знаете, почему так много? А потому что я застрял посреди Незера. Не знаю, где находится мой портал. Ну, в общем, как-то так. И, кстати, вот первая часть этого видео. С вами был Геймс. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok